Атомная энергетика 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 Назовbody В нем Атомную энергетику Атомная энергетика из себя опасности, не зная в рядах ни ионизирующего излучения, ни токсичности отдельных радиоактивных материалов. В частности, записи МАРИ и КРИ, они до сих пор радиоактивны и неплохо так понятны. Если их вычитать, можно так засветиться отчасти. Так, в 40-м году внезапно, ну, в ходе войны, из прессы научной, исчезли все публикации, касательные ядерных реакций, практически. Что к этому причине? Это значит, что темой замелись военные и все это дело засекретили. К этому выводу пришел Курчатов, в частности, на своем докладе в ноябре 40-го года, и это все касалось так называемой цепной реакции. Если изначально радиоактивность, она у нас касалась того, что спонтанного распада каких-то атомов, то есть они сами себя знают, сами себя распадаются, то теперь оказалось, можно вызвать распад атома, облучив его нейтрон. Это очень важное явление, потому что это позволяет контролировать темп распада и высвобождать большие количества энергии. Но почему это все привело, мы все прекрасно знаем. Это на фотографии взрыва РДС-1, первой советской атомной бомбы. Но уран природный сам по себе, он не готов для того, чтобы его использовать как радиоактивное топливо. В природе у нас уран содержит всего лишь 0,7% урана-235, который у нас пригоден для ядерных реакций. И 99,27% это уран-238, который тоже, скажем так, горит, но при очень специфических условиях, которые пока еще только прорабатываются. Природный уран, он тоже пригоден для использования в ядерных реакторах, поэтому, но для этих реакторов нужна тяжелая вода. Тяжелая вода сама по себе, это тоже дорогое удовольствие. Уран, очень интересный материал, он образует соли разных цветов. Например, вот это вот вещество, желтое, это оксид урана, который называется желтый кек. Этот кек является основным сырьем, из которого добывают уран на европейских и американских способах добычи. Советские и российские технологии используют вот это вот соединение, это тетра вторит урана. То есть, четыре фтора, один уран. Но, когда мы его обогащаем, то есть, ну, даем ему много-много-много денег, и он у нас становится хороший, уран исполнится в виде гексатариды урана. То есть, такой вот, фу, значит, вот такая вот вещь. И этот уран, это газообразное соединение. При 53 градусах Цельсия она у нас превращается в газ. Жесткий такой газ. Так. Как можно обогащать уран? Самым первым способом промышленного обогащения урана стал так называемый газоэкозионный метод. Смысл в чем? Если мы пропускаем вот этот наш гексатарид урана под большим давнением через трубку, в которой есть вот такая вот мембрана. Эта мембрана очень-очень тонкая. В ней отверстия такие, что сквозь это отверстие может с трудом, со скрипом провозить всего лишь одна молекула гексатариды урана. У нас при этом более легкая молекула, то есть, которая содержит урана 1035, на проскаке будет быстрее, более тяжелая тормозится. Таким образом, на выходе из этого, выхода из этих установок 2, мы имеем чуть-чуть более обогащенную урану и чуть-чуть менее обогащенную. Соответственно, далее вот эта вот штука поступает в следующую установку и так далее, и так далее, и так далее. Это очень дорого, очень внутренно, это огромная такая циклопическая система, которая связана в рамках единой пневматической связи, и если что-то у вас полетело в одной такой установке, у вас полетело полетел весь завод сразу. Это не очень хорошо, но это. Тем не менее, именно таким образом до сих пор, ну сейчас уже начали закрывать, но США обогащали уран именно таким способом практически все время. Советский Союз тоже начал с этой технологией. Вот так вот выглядит типичный газодиплюзионный завод, это вот где-то в 50-х годах. Есть еще один метод обогащения, электромагнитный. Если мы зарядим, ну ионизируем наш гексакторит урана или уран, и отправим его в путешествие в магнитное поле. Если вы помните школьный физик, сила Уорренса заставляет в магнитном поле заряженную частицу отклоняться, но при этом более легкая частица будет отклоняться сильнее, потому что она имеет меньший запас инерции. Поэтому нам всего лишь надо собрать вот эти вот более легкие затопы. Но еще одна проблема этого метода в том, что он очень опять-таки энергоем, и его нельзя применить в большом количестве. То есть надо там высокий вагон поддерживать, там всякие. Короче, интенсивность обогащения крайне резка, и она используется на поздних стадиях обогащения, когда у нас надо, например, поставки урана 238 выкинуть из нашей вот кучи. Только на последних стадиях, и только до ядерного оружия. И самое главное, это центрифузный метод обогащения, которому сейчас принадлежит, ну я бы сказал так, процент 90 мирового рынка обогащения урана. Что интересно, первая центрифузная для обогащения урана была построена в Уфе в 1943 году. Поскольку именно в Уфу были эвакуированы киево-харьковские ученые, которые работали с этой темой, и авиационные заводы, которые могли произвести вот такое сложное обогащение. Тем не менее, первая центрифузная для обогащения, которую построил такой русский ученый, как Принц Ланге, это эмигрант из Германии, он эмигрируем в Советский Союз до Валентинщина. Она была крайне малопроизводительной. То есть с помощью нее можно было обогатить уран, но это было очень медленно, очень сложно и эффективно. Поэтому Советский Союз пошел в оботоренные западные наружки и построил свои газодиффузионные заводы. Тем не менее, стало понятно, что газодиффузионная технология это очень дорого, очень, ну она надо, советскую маму надо экономить, и в итоге в 60-х годах тема центрифуг была поднята обновь, и по сути уже в 70-м году все диффузионные заводы в СССР закрылись, потому что технология центрифужная, как оказалось, она в 10 раз дешевле, чем газодиффузионная. Чтобы понятно было, как работает центрифуга, мы вот здесь вот она вот так вращается, вращается она со скоростью культуры креща оборота в секунду, в секунду, не в минуту. Это очень важное замечание. Поэтому эти центрифуги называют ультрацентрифугами. Мы закачиваем сюда вот наш гексарторит урана. Поскольку вот так он сильно у нас раскручен, более тяжелый идет к стенкам, более легкий идет к центральной части. Из центральной части мы забираем наш обогащенный поток, вот зелененький, и более тяжелая тракция уран-238 уходит в отвал. Понятно, что одной центрифугой дело не обходится, и на самом деле вот заводы выглядят как-то вот так. То есть огромные-огромные ряды вот этих вот центрифуг. Сегодня, кстати, России принадлежит 50% мощностей обогащения урана длин, при том, что тратим мы его гораздо меньше, чем мы обогащаем. Вот. Собственно говоря, что вы вот обогатили уран, он у нас теперь богатый, хороший, замечательный. Что мы с ним делаем? Мы делаем из него вот такие вот таблеточки. Вернее, делаем мы не совсем из него, мы делаем из его оксида. Потому что уран сам по себе, как металл, это достаточно токсичная, не очень хорошая штука, которая там может еще окисляться и все. А когда с оксидом, ну что с оксидом делать, ничего страшного не случится. Вот. Забыл упомянуть, для того, чтобы обогатить уран до оружейного уровня, надо сделать концентрацию урана 235 под 90%. То есть изначально у нас 0,7%, а надо поднять его концентрацию сколько там, ну короче, в 120 раз примерно. Это большая сложность. Для реактора типичной конструкции надо всего лишь до 3-4%, что опять-таки гораздо выше, чем природная концентрация урана. Мы набрали вот наши вот эти вот таблеточки, а эти таблеточки мы размешившаем вот в такие вот темы, выделяющие сборки, ТВС. Здесь показывается ТВС для реакторов советского типа, дексагонального, то есть вот такие шестиугольники. Их набирают в матрицу. А американские и западные вообще реакторы, они квадратные. У них квадратные вот такие вот выделяющие сборки. То есть разница в технологиях, она даже проявляется диаметром. Что интересно, Запад в свое время предпринял попытку сделать тексагональные тепловыделяющие сборки, но не совсем вышел, потому что сборки начали в реакторе немножечко разрадоваться. Нашу соответственность попытались сделать квадратную недавно. И поставили ее, по-моему, то ли финальную, то ли швейцую. Могу здесь ошибиться. Но вроде как она сейчас в реакторе стоит, поскольку ни у кого там ничего не горит. Вроде, наверное, работает. Если в итоге эта штука прокатит, это значит, что мы можем продавать не только обогащенную раму, но и готовые топливы. У нас большая проблема. Когда человек впервые столкнулся с промышленным применением радиоактивности, он столкнулся с таким явлением, как ядерная деградация материала, то есть за счет радиационных повреждений. И с из-за этого мы там накидали бетонок, железок, нюнечко песочком сверху присыпали. Но мы можем быть четко уверены, что бы там ни произошло, ровно сколько там было железа, сколько и останется. Сколько там было кора, сколько и останется. Сколько там у нас было, там, не знаю, йода, столько и останется. В ядерном реакторе все это не так. Поскольку ядерный реактор сопровождается большим количеством распадов, большим количеством газования всяких побочных продуктов, которые воздействуют в том числе на материалы конструкции реактора, мы изначально имеем какое-то эпизодидное железо, ну, арматуре он поднести, а вытаскиваем мы оттуда всю паблицу Менделеева. Часть из которых очень безбожно вонит причем. Поэтому в ядерных реакторах используются специфические материалы, которые не только коррозионные стойки и не только там могут выдерживать какие-то большие давления, но при этом еще не сильно восприимчивают к тому, что их облучают нейтронами, альфа-частицами, бета-частицами и прочее, прочее, прочее. Одним из таких материалов является цирполье. Собственно, из него в основном и делают вот эти вот корпуса теплоперяющих сборов, в которых вот эти вот наши таблеточки размещаются. Еще одним таким материалом является алюминий. Ну и такой третий по значимости это не ожирящий астракт. Помимо этого цирполь обладает очень важным свойством. Он не захватывает нейтроны. То есть нейтроны нам, как известно, нужны для цирпольной реакции. Для того, чтобы у нас каждый соседний атом урана у нас пораждают атом урана, которые поражают другие атомы. Ураны не распадаются. Если мы сделаем вот эти вот корпуса из вещества, которые нейтроны живет как не в себя, то у нас реактор просто не запустится. Цирполь не имеет очень маленькое обращение нейтронов. Ну, собственно, переходим к тому, что мы хотели. И это на реакторы. Промышленные реакторы, которые упрямляют в энергетиках, даже их классификация по типам, по типам конструкции это очень длительное время, потому что реакторы менялись, модернизировались. У них были какие-то комбинации. Есть кипящие реакторы, есть водоводяные реакторы, есть канальные, есть с жидким теплоносителем, есть с твердым теплоносителем, есть на тяжелой воде, есть на легкой воде. Все-все-все-все-все-все такое. Этого очень много, и об этом можно поговорить отдельно, если у кого-то зададут, возникнут вопросы. Мы рассмотрим всего лишь два реактора. РБМК и ВР. Как у нас реактор управляется? Мы загрузили туда наше ядерное топливо, оно у нас начало делиться. Чтобы оно у нас не делилось с терминами, мы туда вводим управляющиеся терминами, которые состоят из бористой стали. Бор, в отличие от циркони, именно что живет нейтроны, как у себя. Соответственно, он сожирает все нейтроны, поэтому ядерная реакция прекращается. Собственно, вводом-выводом по одиночке, там, группой управляющей стержней регулируется как мощность реактора, так, в общем-то, и осуществляется его запуск и остановка. Вроде бы все очень просто. Но нет. Реактор можно взять и отравить. Ну, по лодием, например. Но на самом деле отравляем мы его не по лодием, а йодом. Есть такое мнение под названием йодная яма. Как я уже говорил, у нас атом урана распадается, он распадается на несколько осколков. Одним из таких осколков или других побочных этапов элементов распада является элемент йод-135, который имеет теорию такого распада, ну, где-то 6 с половиной числа, и он распадается ксеном-135. То есть он распускает в эту частицу и становится ксеном. Ксеном очень нехороший элемент, который жрет нейтроны еще сильнее, чем горные стержни. И когда мы его, когда у нас в реакторе много вот этого ксенона, мы его запустить уже не можем. Нам надо дождаться, пока этот ксенон сам распадется. Вот, например, гравит. Вот мы выключили реактор, у него упала реактивность, то есть мы его не можем включить. Почему она упала? Потому что выросла концентрация ксенона. Казалось бы, мы выключили реактор, сфигали, и у нас концентрация ксенона растет. А вот почему. Потому что мы сначала йод образуем, а ксенон, который у нас здесь был на вот этом уровне, он частично выжигался нейтронами, которые звучат в реакторе. То есть мы часть ксенона выжигаем, часть ксенона у нас остается. Поскольку процесс как бы стациональный, концентрация не меняется. Вот мы реактор выключили, ксенон перестает сжигаться, и сейчас йод у нас остался, йод начинает распадаться ксеноном, у нас концентрация увеличилась, и реактор не работает. То есть запустить его можно будет где-то через два дня. Это так называемая йодная яма. Зачем это все я рассказываю? Для того, чтобы это усваивает применение ядерных реакторов. Там нельзя очень быстро минерировать мощность. То есть если случай какой-то гидроэлектростанции, мы закрыли водозапор, мы открыли водозапор, ну а ладно там где-то работает, ну две трубины. Ну какая разница? Здесь не так. Здесь мы не можем просто так взять и на пару часов ядерный реактор выпить, а через пару часов его обратно запустить. Нет, такого не выходит. Поэтому ядерные реакторы энергетические являются так называемым днем энергосистемы. То есть то, что работает вечно и вырубается только в случае ну какого-то уж глобальной катастрофы. Вот. Рассмотрим один из самых печально известных реакторов типа РБНК. На фотографии показан реакторный зал Ленинградской атомной электростанции. Этот реактор примечательен тем, что топливо в нем можно заменять прямо на коту. То есть погружать вот эти вот топовыделяющие сборки, не останавливая реактор. Ну, то есть вытащили, поставили в новую, все дела. Почему так можно сделать? Потому что этот реактор канальный. То есть в нем теплоноситель изолирован в общем-то от топовыделяющих сборов. И замедлитель как бы тоже. Этот реактор печально знаменит своей аварией в 1986 году, которая стала самой крупной аварией, ядерной аварией в истории человечества. И с тех пор он, в общем-то, больше не строится. То есть строительство, по-моему, последнего реактора вот этого типа прикрыли в 2012 году. На самом деле реактор действительно имеет некоторые недостатки. В частности, у него отсутствует гермооболочка, которая спасла мир, скажем так, от Чернобыльских катастрофы, но которая не предусмотрена конструкцией вот этого реактора. Рассмотрим его конструкцию подробнее. Вот здесь у нас активная зона. То есть у нас всякие теплоуделяющие сборки, вот эти вот всякие там стержни торчат, все дела. Вот эта вот синенькая и красненькая, это у нас вода. Вода у нас поступает снизу холодненькая, здесь она у нас не плохо так нагревается, закипает. То есть это реактор кипящего типа. Закипает, идет по трубам, ну и на турбины и так далее. Ну и далее отопровождается от какой-то, например, проточной воды типа реки. Это очень такая, достаточно простая схема, в то время как сам реактор очень-очень сложный. В нем следующее есть нюанс. Вот эти вот каноны, по которым течет вода, их много. Их реально много. И в каждом из них контролирует давление, контролирует, чтобы он не забылся, контролирует, чтобы он не разорвался, он может не присляться. Как я говорил, у нас, поскольку материал в ядерном реакторе постоянно деградирует, у нас там получается убийственный во всех смыслах коктейль, который и человек растворяет, и сталь растворяет. А если говорить о том, что характерный срок службы ядерного реактора измеряется десятилетиями, ну и при этом каждые полчаса нельзя туда направить Петровича, чтобы он там посмотрел. Вот. Поэтому этот реактор достаточно сложный в этом плане. Но у него есть такое применение, поскольку вот эти вот камары добавляют геморроя в плане проверки и надежности. С другой стороны, можно не заморачиваться и менять топливо прямо на ходу. Рассмотрим реакторы типа B. Это водоводяной энергетический реактор. Это была альтернатива как правильный проект, который разработан также в Советском Союзе. И у него основное преимущество – это наличие гермооболочки. То есть сам реактор у нас вот такой вот маленький, а вот эта вот вся чутуневая, ну, железно-метонная на самом деле рекорструкция нужна для того, что если бы у нас тут что-то пошло не так, вот это вот что-то не так осталось внутри и не загрязняло окружающую среду. То есть, грубо говоря, будет такая вот конструкция на Чернобыске АЭС, ну, донболом бы там что-то, ну и… и пиксник, что называется. Вот здесь фотография, например, корпуса реактора, который во время закалки. Вот он такой здоровенный, раскаленный. Вот это вот эта вот маленькая часть. На самом деле это часто достаточно здорово. B – это самый успешный реактор на мировом рынке. Он сейчас экспортируется, ну, во множество пространств. Росат, называется, что-то называется, заказан. Но у него есть вот такой вот, можно сказать, недостаток. Если в РБНК можно менять топливо на ходу, заправляться, то тут надо полностью остановить реактор и выгружать. То есть, даже если у вас одна топливная кассета, ну, грубо говоря, парахлит, вам надо все остановить и все вытащить. Это длительная и дорогостоящая процедура. Реактор типа В устроен немножечко проще. В нем теплоноситель, как и в прошлом, реакторе теплоноситель имел один контур, здесь контура два. То есть, сначала вот здесь вода в жидком виде циркулирует по самому реактору, но циркулирует она под давлением плюс 160 атмосфер, поэтому не кипит. И уже эта вот горячая очень вода нагревает воду в парогенераторе, который уже генерит пар и который отправляется на турбину. И потом вот этот уже пар охлаждается на проточной воде и возвращается обратно в реактор. Вот гермооболочка, вот эта вот бетонная конструкция. То есть, все элементы, которые подразумевают наличие высокого давления и радиоактивных материалов, они у нас расположены внутри вот этого контейнерга. Это название западное получается. То есть, если у нас вот этот долбанет, вот еще раз, давление в этом корпусе 160 атмосфер. Если долбанет, то не хима. Вот это вот все должно удержать все продукты горения. Вернее, не горения, а все продукты взрыва и не разорваться самому. Что мы делаем с топливом, которое у нас отработало? Отработало у нас топливо, мы его вытащили. Оно у нас подменение продолжает фонить, потому что в нем есть куча продуктов распада. То есть, оно не реагирует уже хоккейтерный реактор, но в нем есть очень много краткоживущих изотопов, которые распадаются и генерируют тепло. При этом они еще неплохо вонят и воняют. И мы это все добро помещаем в специальные бассейны для выдержки. Их там выдержано лет пять. И они при этом у нас вот так вот красиво будут светиться под водой. Это называется излучение в агемотике черенком. После этого отработанное ядерное топливо, ну, на Западе обычно его, ну, скажем так, закатывают в бочки и куда-то закатывают. У нас до сих пор работают радиохимические заводы, которые занимаются переработкой аят. Поэтому не надо путать ядерные отходы, то есть что-то бесполезное, с отработавшим ядерным топливом. В отработавшем ядерном топливе есть очень много полезных изотопов. В нем, в конце концов, содержание того же урана 235 гораздо выше, чем в природном уране. Поэтому его еще можно вытащить оттуда. Но работа такого завода – это сложное дело. Потому что приходится работать не с каким-то там безобидным диксаторином урана, а там со всякими плутониями и прочими цельзиями. И йод-135. Теперь вопрос о аудитории. Что общего между вот моей темой и вот этими замечательными космическими аппаратами? Космическое, в том числе. Да. Да. Эти аппараты тоже проводятся в движение с помощью ядерных реакций. Внутри каждого из них, внутри нюклеризонс и внутри пулевой сети, расположен ретель – радиоизотопный энергетический генератор. В качестве топлива используется там плутоний 237 или 238, сейчас забуду сказать. У него период расходов около 80 лет. Этот плутоний, таблетка из этого плутония светится таким ровным ваниловым светом, потому что она разогрета до температуры где-то 600-700 градусов. За счет этого тепла вырабатывается электроэнергия, которая обращает колесо Куриоси, и, например, застадает нюклеризонс посылать нам замечательные картины плутона. Но эти изотопы в природе, разумеется, не встречаются с таким периодом полураспада, и добыть это можно только в ядерных реакторах, а точнее в радиоактивных, в отработавшем ядерном топливе. Плутоний, который используется здесь и здесь, подразведен у нас в России, потому что только у нас существуют заводы, которые способны выработать, ну, отделять вот эти вот зерна от племя. Ну, на этом, наверное, закончим, и я с удовольствием послушаю ваши вопросы.